Конференция стала дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов интеграции психолого-педагогических знаний и методов профориентационной работы с учащимися образовательных организаций. Если в целом в стране эта работа только начинается, то в Кемеровской области она успешно развивается. У нас эта система все-таки есть и она не создается, а развивается. Потому что есть непосредственно у нас документы, есть нормативная база по профориентации наработана, есть уже модели профориентационной работы, которые внедряются в образовательные организации разных типов. Уже устанавливается социальное партнерство между образовательными организациями разных типов. Детский дом, школа, специально коррекционное дополнительное образование, профориентация, высшее образование и непосредственно родительская общественность. И конечно же это представители реального сектора экономики. У нас сегодня очень хорошо отлажено социальное партнерство с акционерным обществом СОЭК Кузбасс. И по настаточеству, и по профориентации большая работа проводится. На пленарных и секционных заседаниях, дискуссионных и информационных площадках, мастер-классах участники конференции осмотрели региональный опыт профориентационной работы. Опытом взаимодействия компании СОЭК Кузбасс с образователями и организациями области по профориентационному самоопределению учащихся поделились сотрудники Центра подготовки и развития персонала. Нам есть что рассказать по вопросам профориентации. Мы этим занимаемся. У нас есть своя система, которую мы внедрили давно и сейчас ее развиваем. Во-первых, мы начинаем работать уже с детских садов. У нас есть большой конкурс школьников, участниками которого у нас ежегодно становятся и детские сады, и школьники, то есть и младшего, и среднего, и старшего звена. То есть это тоже такое погружение в профессию. Также у нас есть проект профильный СОЭК Кузбасс-класс, который реализуется на базе 18-й гимназии. Я думаю, это тоже было бы интересно как опыт профориентационной работы. Затем у нас очень плотное взаимодействие со средним профессиональным образованием. То есть в городах присутствия компании мы работаем плотно со всеми горными техникумами. То есть студентов мы берем на практику, подаем им направление с дальнейшим трудоустройством, с выплатой именных стипендий ребятам-отличникам, затем с дальнейшей возможностью их поступления в горные вузы. Заслушав и обсудив представленные доклады, участники конференции констатировали необходимость развития современных подходов к организации профориентационной работы и профориентационных моделей и практик, реализуемых с использованием интернет-возможностей. Галина Ильина, Павел Желтиков, Ленинск ТВ